всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые детские новогодние пинетки данные пинетки у нас будут являться универсальными подойдут как для мальчика так и для девочки если их связать в каких-то других цветах то это будут идти просто обычные пинетки можно взять абсолютно любое сочетание цветов и связать такие пинетки как для мальчика так и для девочки предшествие новогодних и рождественских праздников я связала вот именно в такой расцветке сейчас в мастер-классе эти пинетки я буду вязать на длину ступни от 10 где-то до 14 примерно сантиметров так как у данного манекена длина ступни вот это идет 11 сантиметров но так как это у нас идет вязаное полотно и оно у нас хорошо тянется во все стороны то есть здесь смотрите и в ширину вот у нас есть запас видите и то же самое что касается длины они очень хорошо тянутся но если так чтобы вот они свободны на ноге были то есть не впритык то есть 10 11 12 сантиметров это прям отличный вариант если данные пинетки вам нужны на длину ступни больше то регулируем размер этих пинеток мы за счет вот этой длины провязанного мыска в процессе вязания каждую из деталей я вам измеряю в сантиметрах поэтому здесь уже в процессе вязания вы сможете примерно уже рассчитать какую из деталей вам провязать или чуть больше длиннее или наоборот чуть короче так чтобы получить пинетки именно на нужный для вас размер ноги и теперь смотрите сейчас в мастер-классе эти пинетки я буду вязать из пряжи alize lana gold метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров и из данной пряжи эти пинетки я буду вязать на круговых спицах длина у меня здесь идет от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы три с половиной миллиметра поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные пинетки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию на круговые спицы диаметра спиц я взяла три с половиной миллиметра обычным способом набора с помощью длинного хвоста я должна сейчас набрать 36 петель на спицы я набрала 36 петель и теперь я должна провязать 3 ряда резинку один на первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю далее я провязываю одну петлю лицевую одну петлю изнаночную 1 петля лицевая 1 петля изнаночная последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей и вязание я переворачиваю на обратную сторону теперь мы все петли просто провязываем по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными лицевая изнаночная так довяжите самостоятельно 2 и 3 ряд провязывая вот обычную резинку один на один и так вот я провязала три ряда резинку один на один теперь смотрите вот эта сторона вязание сейчас будет являться лицевой стороной то есть вот здесь с этой стороны расположен наборный кончик и вот идет моя наборная нить от моточка и теперь после того как мы провязали три ряда резинки сейчас мы с вами перед тем как приступать к вязанию основного узора должны провязать два установочных ряда поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее в первом установочном лицевом ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми последнюю кромочную петлю здесь также я провязываю изнаночной и вязание получается я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и далее во втором установочном изнаночном ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными и так я провязала два установочных ряда вязание я сейчас держу вот лицевой стороной вверх и теперь я должна взять вот нить контрастного цвета кончик контрастной нити я просто прикладываю краю и приступаю сразу к вязанию первого лицевого ряда первую кромочную петлю я провязываю лицевой так как у нас идет смена цвета далее начинается раппорт нашего узора одну петлю я снимаю не провязывая рабочая нить остается за работой далее следующую петлю я должна провязать лицевой вот этих две петли после кромочной и будут являться раппортом нашего узора в ширину далее я вязание повторяю одну петлю снимаю рабочую нить вот оставляя за работой следующую петлю я провязываю лицевой петлю снимаю следующую петлю провязываю лицевой таким образом мы довязываем до конца 1 лицевой ряд в конце ряда одну петлю снимаю следующую петлю провязываю лицевой и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и это я провязала 1 лицевой ряд далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго изнаночного ряда первую кромочную петлю я снимаю далее красные петли я сейчас должна провязать изнаночными то есть провязываю одну петлю изнаночную белые петли мы сейчас также будем просто переснимать не провязывая с левой спицы на правую рабочая нить остается перед работой то есть я провязываю одну петлю изнаночную одну петлю снимаю не провязывая рабочая нить перед работой изнаночная и беленькую петлю снимаю не провязывая рабочая нить перед работой так мы довязываем самостоятельно до конца 2 изнаночный ряд в конце ряда одну петлю снимаю рабочая нить перед работой и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону 3 лицевой ряд кромочную снимаю и далее в третьем лицевом ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми то есть и белые петли и красные петли я провязываю лицевыми кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаю к вязанию 4 изнаночного ряда кромочную петлю я снимаю и далее в четвертом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными и так мы с вами провязали сейчас 4 ряда основного узора этих четыре ряда и будут являться рапортом нашего узора в высоту единственное через каждых четыре ряда мы будем менять цвет нити поэтому сейчас сбоку я снова поднимаю нить белого цвета то есть того цвета с которого мы начинали наше вязание и опять наше вязание повторяем как я сказала с первого ряда первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой так как у нас идет смена цвета и далее после кромочной петли одну петлю я снимаю не провязывая рабочая нить за работой далее одна петля лицевая одну петлю снимаю не провязывая рабочая нить за работой одна петля лицевая довязываем до конца первый ряд 2 раппорта последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону 2 изнаночный ряд кромочная петля далее белые петли я буду провязывать изнаночными то есть провязываю одну петлю изнаночную красные петли я сейчас буду просто переснимать не провязывая с левой спицы на правую рабочую нить перед работой 1 петля изнаночная одну петлю снимаю не провязывая рабочая нить перед работой таким образом довязываем самостоятельно до конца 2 изнаночный ряд в третьем лицевом ряду мы сейчас должны провязать все петли лицевые поэтому кромочную петлю снимаю и далее и красные и белые петли до конца 3 лицевого ряда мы сейчас будем провязывать лицевыми ряд с лицевой стороны я довязала до конца вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны в четвертом изнаночном ряду кромочную петлю я снимаю и далее все петли до конца этого ряда я сейчас должна провязать изнаночными и вот мы с вами провязали белым цветом получается уже 2 раппорт узора то есть теперь опять сбоку мы снова поднимем нить красного цвета и эти же четыре ряда мы сейчас снова провяжем вот как раз таки нитью красного цвета таким образом смотрите если мы посмотрим на готовую пинетку мы с вами провязали резинку красную и белую полосу поэтому сейчас самостоятельно провяжите еще получается красную полосу то есть четыре ряда и вот здесь от белой полосы провяжите только два ряда потому что здесь вот где у нас идет последний раппорт вот здесь на нашем манжете последними двумя рядами мы еще с вами сформируем отверстие для завязок поэтому сейчас смотрите я самостоятельно провяжу еще получается 4566 рядов и так вот я провязала нужную мне высоту манжета мне осталось провязать только последних два ряда где мы сформируем отверстие для завязок и высота моего манжета сейчас равна вот на этом этапе 6 сантиметров при необходимости высоту этого манжета вы можете провязать и большее количество рядов мне этой высоты достаточно поэтому сейчас я провяжу последних два ряда и сформирую отверстие для завязок поэтому лицевая сторона вяжу белым цветом первую кромочную петлю я сейчас снимаю и сразу делаю накид рабочую нить набросив на правую спицу от себя далее красная плюс белая петля я должна этих две петли провязать две петли вместе лицевой петлей то есть в моем случае за заднюю правую стенку этих петель нам нужно так чтобы красная петля легла поверх нашего полотна вот именно с лицевой стороны далее вязание я повторяю накид и две петли провязываю вместе лицевой петлей накид и две петли провязываю вместе лицевой петлей при провязывании вот именно 2 петель вместе смотрите чтобы петли лежали ровно и не были перекрученными накид и две петли провязываю вместе лицевой петлей конце ряда я делаю накид 2 петли провязываю вместе лицевой петлей и сразу последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание есть сейчас переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаю к вязанию то есть это получается 4 ряд нашего раппорта первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли до конца этого ряда я должна провязать изнаночными накиды я наши также провязываю изнаночной петлей вот за эту длинную в моем случае она передняя стенка то есть вот изнаночная петля так чтобы у нас здесь сформировались отверстия дырочки для наших завязок изнаночная 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 последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону то есть вот я провязала теперь уже всю высоту манжета и теперь мы с вами будем приступать к вязанию мыска теперь смотрите на спицы в моем случае здесь я сейчас набирала 36 петель поэтому делить петли мы будем следующим образом схематически я это разделю сейчас вот на три части вообще если мы не вывязываем наш вот этот узор а просто вяжем примеру платочную вязку или лицевую гладь вот эти две боковые части всегда должны состоять из одинакового количества петель но в нашем случае сейчас петли мы поделим следующим образом первая боковая часть у нас сейчас будет состоять из 12 петель центральная часть или мысок у нас будет состоять из 11 петель и вторая боковая часть будет состоять из 13 петель это мы разделили таким образом для того чтобы вот здесь где мы будем вывязывать основной узор на мыске как я сказала этот узор лежал ровно из двух сторон мыска выглядел абсолютно одинаково поэтому скажем так одну петлю от одной боковой части я и отдала для этого мыска плюс-минус одна петля большого значения здесь иметь не будет поэтому я сейчас беру две чулочные спицы на этих двух чулочных спицах я сейчас как раз таки и буду вывязывать долину моего мыска далее беру мое вязание и теперь на круговую спицу я сейчас должна просто переснять не провязывая петли первой боковой части то есть в моем случае я сейчас пересниму 12 петель с левой спицы на правую вот мои петли я разделила на 3 спицы боковые части у нас расположены вот именно на круговой спице и центральные петли расположены на чулочные спицы 12 петель 11 петель и 13 петель круговые спицы я сейчас откладываю пока что они нам не нужны и теперь смотрите мы с вами или достаем нить из середины мотка если нет возможности и нет второго мотка то здесь в этом случае этих два кончика мы должны обрезать в моем случае я достала нить из середины моточка беру мое вязание лицевой стороной вверх кончик нити просто прикладываю краю и приступаем к вязанию получается первого ряда нашего основного узора вывязываем мысок первую кромочную петлю вот она у нас идет мы провязываем лицевой так как у нас идет смена цвета и далее мы с вами должны посмотреть на наши петельки вот идет наша петля которую мы просто переснимаем поэтому сейчас в данном случае после кромочной петли следующую петлю я провяжу лицевой то есть кромочная 1 петля лицевая вот там где у нас идет более длинная петелька эту именно петлю мы снимаем не провязывая рабочую нить оставляя за работой 1 петля лицевая одну петлю снимаю рабочая нить за работой лицевая петлю снимаю лицевая и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю сейчас изнаночной это наша 11 петля то есть видите наше вязание и начинается и заканчивается абсолютно одинаково далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны приступаю к вязанию 2 ряда кромочная петля далее красные петли я провязываю изнаночными белые петли я снимаю не провязывая рабочую нить оставляя перед работой изнаночная петлю снимаю кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону 3 лицевой ряд и здесь сейчас все петли мы должны провязать лицевыми кромочную провязываю изнаночной и в четвертом изнаночном ряду мы сейчас должны провязать все петли до конца этого ряда изнаночными после того как мы сейчас вот с вами довязываем до конца 4 изнаночный ряд сейчас из середины моточка я достану нить белого цвета здесь также кончик белой нити я просто прикладываю к краю лицевая сторона 1 кромочную петлю я провязываю лицевой и далее точно так же как мы начинали вывязывать наш мусок после кромочной петли я провязываю одну петлю лицевую одну петлю снимаю не провязывая рабочую нить оставляя за работой лицевая петлю сняла конце ряда лицевая и кромочную провязываю изнаночной петлей то есть точно так же как мы и начинали вывязывать наш узор сейчас точно таким же образом мы продолжаем вязать этот наш основной узор вот на муске то есть из вот этих 11 центральных петель регулируем размер мы наших пинеток вот как раз таки за счет длины этого провязанного мазка в моем случае я сейчас провяжу смотрите вместе с вами мы провязали получается вот эту красную полосу на муске и начали вывязывать белую полосу так поэтому самостоятельно я за кадром сейчас довяжу белую полосу далее красную белую красную и опять же от последней вот этой белой полосы я провяжу только два ряда последних два ряда мы с вами провяжем вместе и так вот я провязала длину мыска то есть начали вывязывать мой мысок вот здесь я присоединяла красную нить вот здесь вот этой красной полосы то есть вот одна вторая полоса третья четвертая пятая полоса и от шестой полосы вот белый я провязала только два ряда теперь последних два ряда мы с вами провяжем вместе 1 кромочную петлю я сейчас снимаю это получается мы вяжем третий ряд и сейчас мы должны провязать просто все петли лицевые но сейчас мы сделаем убавление петель в начале ряда в начале ряда после кромочной петли смотрите я сейчас пересниму за заднюю правую стенку белую петлю и точно также за заднюю правую стенку я пересниму вторую красную петлю то есть я их должна перевернуть сделать так чтобы правые стенки этих двух петель располагались перед работой после чего этих две петли я сейчас провяжу две петли вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку опять же нам нужно так сделать чтобы красная петля легла поверх нашего лицевого полотна далее лицевая лицевая так мы вяжем вот и до конца ряд не довязывая последних трех петель в конце ряда красная белая и белая полоса последних две петли в конце ряда то есть вот красная плюс белая петля мы сейчас провяжем 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку этих петель опять же сделав так чтобы наша красная петля легла вот также поверх нашего лицевого полотна и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону сейчас изнаночной стороны мы провяжем последний изнаночный ряд кромочную петлю я сейчас снимаю и сейчас в последнем этом изнаночном ряду также я сделаю последнее убавление петель поэтому после кромочной петли 2 петли я провязываю вместе изнаночной петлей далее провязываю изнаночная изнаночная и еще одна изнаночная петля и здесь в конце ряда не довязывая вход последних трех петель две петли провязываю вместе изнаночной петлей и последнюю кромочную петлю в конце ряда провязываю изнаночной и это я провязала всю вот эту высоту моего мыска длина моего мыска то есть ровно от спицы и до вот этой красной полосы где мы присоединили нить для вывязывания мыска у меня сейчас получается равна эта длина 6 с половиной сантиметров красную и белую нить здесь мы сейчас можем уже обрезать то есть это те нити которыми мы вязали длину нашего мыска и вот я вернулась в начало нашего вязания то есть петли пересняла обратно на круговую спицу то есть вот таким образом сейчас выглядит мое вязание и теперь после того как мы вывязали всю длину мыска мы сразу будем приступать к вывязыванию подъема у меня сейчас получилось очень удачно здесь вывязывать наши боковые части я закончила белым цветом и также белым цветом я закончила вязать длину моего мыска поэтому начинать вывязывать подъем я буду вот как раз таки с красного цвета так чтобы у нас шло чередование наших полос подъем я сейчас буду вязать платочной вязкой то есть все петли и в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми поэтому первую петлю я провязываю лицевой и далее петли первой боковой части я сейчас вот провяжу лицевыми лицевая и лицевая петля то есть 12 лицевых петель и теперь смотрите вдоль вот этой линии мыска я сейчас буду поднимать петли теперь смотрите давайте разберемся сколько мы с вами должны будем поднять петель начали вывязывать мысок вот с этой красной полосы одна красная полоса равняется двум кромочным петлям белая полоса также равняется двум кромочным петлям поэтому считаем от красной полосы 2 4 6 8 10 12 то есть вот здесь я подниму 12 петель но плюс одну петлю я сейчас подниму вот здесь в этом промежутке то есть из белой петельки для того чтобы у нас вот здесь не образовывалось никаких больших дырочек то есть и того вдоль этого края я подниму 13 петель поэтому вот я сразу дальше продолжаю поднимать наши петли то есть как я сказала первую петлю я подниму вот именно из вот этой белой кромочной петли первая петля далее я иду по красным кромочным петлям вторая петля и из красной еще одну петельку я должна поднять так поднимаем петли так чтобы не образовывалась вот здесь в этом краю никаких больших дырочек вот первая вторая третья петля далее белые петли у меня идут все протяжки мы выводим вот именно на обратную изнаночную сторону одна вот петля из белой полосы и вот у нас будет идти вторая петля из белой полосы далее красная полоса 1 петля из красной полосы и одна петля также из красной полосы белая полоска одна петля и вторая петля красная полоска одна петля и вторая петля белая полоска одна петля и вторая петля то есть вот вдоль этой линии маска я всего подняла 13 петелек далее лицевыми петлями я провяжу вот этих 7 петель это те петли где мы закончили вязать масок 7 петель лицевых лицевая круговую спицу вынимаю по длине и и теперь смотрите вдоль вот этой второй боковой части маска я также сейчас подниму 13 петель то есть тоже количество что и вот здесь с обратной стороны мы поднимали то есть вот первая кромочная петля белая и 1 петелька вторая петля далее красная у нас идет 3 4 5 6 13 петель вдоль второй линии маска я подняла и теперь оставшихся 13 петель это петли второй боковой части и сейчас провяжу лицевыми последнюю кромочную петлю здесь я провязываю изнаночной и все я сейчас получается подняла все петли то есть вот таким образом сейчас на данном этапе выглядит заготовка для моей пинетки теперь вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и теперь с изнаночной стороны мы с вами будем вывязывать наш подъем как я сказала все петли мы будем провязывать лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли до конца этого ряда сейчас я провяжу лицевыми и так я довязала ряд с изнаночной стороны до конца провязывая все петли лицевые и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону то есть вот от нашего подъема у нас уже получилось провязана одна платочная дорожка красным цветом таким образом высота этого моего подъема будет равна 5 провязанным платочным дорожкам смотрите распределяла цвета я следующим образом две платочные дорожки у меня провязана красным цветом это вот здесь сразу где мы вывязываем наш подъем от вот как раз таки мыска то есть две платочные дорожки далее красная нить мне больше не понадобится поэтому после двух провязанных платочных дорожек нить красного цвета я обрезаю и вот здесь сбоку я подниму нить белого цвета белым цветом я провяжу еще два ряда лицевой и изнаночной и получу одну платочную дорожку после чего нить белого цвета я также могу обрезать далее я возьму нить зеленого цвета также кончик просто приложу краю и зеленым цветом подъем провяжу еще четыре ряда лицевой изнаночной лицевой и изнаночной просто вяжем вот поворотными рядами все петли провязывая лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду то есть и того у меня этот мой подъем должен быть провязан 5 платочных дорожек 2 красных 1 белая и 2 платочных дорожки провязаны должно быть вот именно зеленым цветом и так вот я провязала высоту подъема как я говорила состоящую из пяти платочных дорожек и теперь давайте измерим вот эту ширину то есть боковая часть мысок и 2 боковая часть вот здесь где-нибудь в центре мыска то есть вот в ровном не растянутом виде эта ширина у меня сейчас равна 10 сантиметрам и теперь на этом этапе мы сразу будем приступать к вязанию подошвы смотрите вот здесь когда я провязала последнюю платочную дорожку белым цветом нить белую я обрезала единственное эту нить я обрезала подлиннее так как далее когда наша пинетка будет готова этой белой нитью мы будем сшивать заднюю часть наших слитков красную нить я обрезала вот коротко на спицах у меня здесь всего сейчас расположено 58 петель вывязывать нашу подошву я буду из 10 центральных петель поэтому мои 58 петель я делю на три части 10 петель центральная часть или вот подошва и остальные петли я делю на две боковые части это получается 24 и 24 петли нет зеленого цвета я сейчас здесь обрезаю это та нить где я вот вязала именно подъем и теперь смотрите пинетку я держу лицевой стороной вверх и получается с левой спицы вот задняя наша часть на правую круговую спицу я переснимаю петли первой боковой части то есть 24 петли я просто переснимаю с левой спицы на правую 24 петли вот я пересняла на правую спицу и вот как раз таки следующих центральных 10 петель это будут идти петли подошвы поэтому кончик зеленой нити я просто прикладываю сейчас к краю и приступаю к вязанию первого ряда подошвы первую петлю я провязываю лицевой далее провязываю лицевыми петлями вторую петлю 3 4 5 6 7 8 9 и далее идет последняя 10 петля подошвы и пошли вот петли боковой второй части с лицевой стороны две петли вот этих петля подошвы и петля боковой части мы будем провязывать две петли вместе изнаночной петлей и вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую петлю снимаю далее провязываю также все петли лицевыми вторая петля третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая девятая петля то есть и вот идет последняя десятая петля подошва это та петля где мы присоединяли нить с изнаночной стороны петля подошвы и петля боковой части мы сейчас будем провязывать этих две петли вместе лицевой петлей провязала кончик подтянула и вязание переворачиваю сразу на лицевую сторону с лицевой стороны опять наше вязание повторяется первую петлю снимаю далее провязываю все петли лицевые до последней десятой петли подошвы в тот момент когда мы сделали убавление с одной из другой стороны вот это расстояние у нас четко видно то есть видно что это идет последняя петля подошвы и далее пошли петли боковой части с лицевой стороны петля подошвы плюс петля боковой части мы провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей и снова вязание переворачиваем на изнаночную сторону с изнаночной стороны также провязываем все петли лицевые и далее в конце 10 петля подошвы плюс первая петля боковой части с изнаночной стороны этих две петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей таким образом мы дальше продолжаем вывязывать всю длину подошвы вяжем эту подошву в конце каждого ряда убавляя одну петлю от боковой части и вяжем и до тех пор пока от боковых частей вот в конце у нас не останется четыре петли от одной боковой части и 4 петли у нас должно остаться от второй боковой части и так вот я провязала длину подошвы до тех пор пока от боковых частей с одной из другой стороны вот у меня осталось по 4 петли теперь на этом этапе мы дальше также будем убавлять петли вот этих боковых частей только сейчас дополнительно мы будем убавлять еще и петли подошвы лицевая сторона первую петлю снимаю и провязываю петли лицевые теперь до конца ряда мы не довязываем 3 петель подошвы именно то есть у нас должно остаться 4 петли боковой части и 3 петли подошвы первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 вместе лицевой петлей после чего последняя петля подошвы и 1 петля боковой части с лицевой стороны этих две петли и провязываю 2 вместе изнаночной петлей вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны точно также кромочная петля далее провязываю все петли лицевые не довязывав 3 петель подошвы до конца ряда в конце ряда когда остаются 3 петли вот именно подошвы первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последняя петля подошвы и первая петля боковой части с изнаночной стороны я провязываю 2 вместе лицевой петлей и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону то есть таким образом мы дальше заканчиваем вязать подошву сейчас мы с вами в конце каждого ряда будем убавлять две петли одну петлю от подошвы и одну петлю от боковой части последних 2 ряда давайте провяжем вместе то есть меня осталась одна петля от боковой части с одной и с другой стороны и 4 петли подошвы первую петлю снимаю далее сразу следующих в две петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последних две петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей это с лицевой стороны вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую петлю снимаю вторую петлю провязываю лицевой и последних 2 петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону то есть сейчас у меня осталось в конце ряда 3 петли подошвы первую петлю я снимаю рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей и петлю возвращаю обратно и сейчас этих 3 петли последних я провяжу 3 петли вместе лицевой петлей последнюю петлю вынимаю подлиннее ниточку от моточка здесь я обрезаю и теперь в эту нашу последнюю петельку я вставляю вот кончик нити который обрезала от моточка и петельку аккуратно затягиваю теперь эту нить мы должны одеть в иголку с большим ушком этой нитью мы сейчас прошьем буквально вот здесь небольшой участок от нашей задней части пинетки на вот этом промежутке где у нас идет платочная вязка сшивать я буду не за кромочные петли а за первую петлю от платочной дорожки то есть вот идет первая платочная дорожка от подошвы иголку я вставляю справа налево в первую эту петлю от платочной дорожки сначала с одной стороны и затем с другой стороны первая платочная дорожка и иголку я также вставляю справа налево с другой стороны вторая платочная дорожка зеленая справа налево иголку вставляю здесь и затем вот здесь с этой стороны то есть все зеленые платочные дорожки у нас закончились буквально несколькими стежками хорошенечко я еще прошью вот именно два этих зеленых края после чего иголку я сейчас вывожу вот в изнаночную сторону и ниточку я обрезаю теперь в иголку с большим ушком я одела вот эту белую нить это там где мы провязывали вот от нашего подъема платочную дорожку я говорила эту нить я оставила подлиннее и далее всю вот эту длину заднего шва я сошью вот как раз таки этой белой нитью здесь смотрите иголку я дальше также продолжаю вставлять справа налево здесь у нас идут именно платочные дорожки белая и белая полоса далее красная полоса справа налево иголку вставляю здесь и затем с обратной стороны красная или красная платочная дорожка теперь у нас здесь пошли кромочные петли здесь у нас идет наш узор похоже на лицевую гладь здесь смотрите на этом промежутке я буду вставлять иголку также справа налево но не за кромочные петли потому что вот они у нас идут а вот здесь между кромочной петлей и 1 лицевой петлей вот у нас идут такие протяжки справа налево белая полоса здесь и далее белая полоса с этой стороны также вот справа налево далее красная полоса то есть вот справа налево в одну красную петлю я вхожу иголкой в соседнюю вывожу иголку и здесь точно также красная полоса справа вот налево белая полоса справа налево и здесь также белая полоса иголку вставляю справа налево и так я прошила всю длину шва сейчас на вот наш шов хорошенечко подтянем убедившись в том что нигде ничего не перетянуто и теперь смотрите я еще дополнительно прошью вот этих два стыка между собой чтобы у нас здесь шло красивое вот именно соединение двух этих наших краев все я прошила у нас идет все красиво и ровно теперь наши пинетки мы должны вывернуть на изнаночную сторону и все кончики которые у нас есть мы должны спрятать вот по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом и вот друзья после того как по изнаночной стороне мы с вами спрятали кончики наши пинетки в принципе полностью готовы единственное нам осталось сделать только завязки по поводу завязок смотрите в данном случае у меня идет вот такой вот скрученный шнур крутила я его скажем так из трех концов нити два красных и один белый подробный мастер-класс как вот крутится такого плана шнур есть у нас с вами на канале и ссылочку я вам оставлю ниже в инфобоксе поэтому вот такой вот шнур вы сможете скрутить самостоятельно длина этого шнура должна быть где-то примерно 40 45 сантиметров также в качестве завязки можно использовать вот такие вот атласные ленты они есть разного цвета ширина этой ленты идет один сантиметр тоже продеваем и вот такие вот тоже получаются красивые и максимально простые завязки также сюда можно будет связать шнур айкорд на спицах или на специальной мельнице но мне кажется вот если мы вяжем пинетки новогодние вот такие вот цветные вот эти завязки смотрятся прям очень красиво такие получаются как детские леденцы вот именно новогодние в такой же расцветке смотрится очень красиво и нарядно поэтому как я сказала ссылку на данный мастер-класс я вам оставлю ниже в инфобоксе и вот смотрите видите у манекена идет длина вот именно ступни 11 сантиметров пинетки хорошо облегают ногу то есть но при этом здесь у нас есть еще запас поэтому вот как раз таки на где-то длину ступни 10 я думаю 14 сантиметров данные пинетки отлично подойдут так как это идет у нас связанное полотно и если вы вяжете не очень туго то у нас она получается такое эластичное и хорошо тянется во все стороны поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока